Разгром Бориса Джонсона продолжается. Уже 50 членов правительства подали в отставку. В Киеве решили повременить с табличками и улицей Бориса Джонсона, а в Одессе возникли вопросы по его почетному гражданству. Для Владимира Зеленского пытаются слепить хоть какую-то перемогу, потому что поставки вооружений резко сократились, как сообщает германское издание. А вот торговля гуманитаркой и военными товарами в Украине только расширяется, как сообщают активисты. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 7 июля 10.00. И начну я с продолжающейся резонансной темы. Возможной отставки Бориса Джонсона, потому что это повлияет на его очень хорошего, так называемого, партнера, друга Владимира Зеленского. Он уже в печали, потому что в том числе все громче и громче звучат мнения о том, что как-то уже подустали от Украины. Да и там творится неимоверная коррупция, как-то и с оружием, с вооружением может как-то ограничить поставки. Ну и другие проблемы, которые в странах, собственно говоря, которые ввели станции против России, только развиваются. В Германии вообще полный может наступить аут с промышленностью Германии, которая может встать уже в ближайшее время. А это очень серьезное испытание для граждан Германии. Ну и в Великобритании тоже кризисные процессы назревают. И Джонсом всем надоел. И уже заголовки прессы, как говорится красноречиво, показывают, куда все движется. Но он не собирается сдаваться и продолжает бороться до конца за свой пост. И шансы его сейчас трудно оценить. Но говорят знающие британские эксперты, что возможно впервые за 800 лет даже британской короне придется вмешаться в такой конфликт. Ну а сейчас перейдем к его товарищу по клоунскому комическому цеху, к Владимиру Зеленскому. И вот уже институт изучения войны из наливайки на Борщеговке сообщает, что у Зеленского действительно очень большой прогресс. Ну а если серьезно, то Данилов, кстати, тоже опасается, что его заставят вернуться к прошлому бизнесу. Продажа крашеных, сами знаете кого. И Зеленский, и другие чиновники рассказывают о каком-то южном направлении, что на Херсонском направлении вот-вот они пойдут в контратаку. Но тем самым, конечно же, отвлекая внимание от того, что происходит на славянском направлении. В то же самое время, Американский институт войны, который сотрудничает, вероятно, с Борщеговским институтом изучения войны в одной из наливаек. Кто не знает, что такое Борщеговка, это один из районов Киева. Южный берег Киева, как его раньше называли. Так вот, Американский институт изучения войны предполагает, что, возможно, Россия взяла паузу для определенных боевых действий, чтобы перегруппировать силы. И также они намекают, что, возможно, Владимир Зеленский захочет действительно делать что-то на Херсонском направлении. А вот удивительно, британская разведка вдруг как-то не очень поддерживает эти тезисы. Но в любом случае, для Зеленского пытаются слепить определенный информационный повод для того, чтобы, конечно же, отвлечь от того количества поражений на Донецко-Луганском направлении, ВСУ. И, соответственно, поднять каким-то образом моральный дух. И в это же самое время Данилов заявляет, что уже миллион человек практически участвуют в сопротивлении России. Ну, на самом деле, цифры вы сами знаете для чего. Потому что международные организации ряд уже заявляют о том, что как-то и коррупцией стало много, и продажи оружия, в том числе украинские правоохранительные органы некоторые об этом заявляют. Ну, а сами понимаете, если миллион как бы участвует в этой всей компании, то получается, что на них нужно много денег, много просить вооружений. И это, конечно же, очень хорошая почва для различных финансовых операций. Но, на самом деле, охота на призывников продолжается. И хотя отсрочено решение по запрету переезда с одного региона в другой без разрешения военкоматов, тем не менее, можете посмотреть на моем телеграм-канале, обязательно подписываемся. Видео различные, интересные с призывниками, которые находят различные способы, как, собственно говоря, не получить повестку. Но также наблюдаются некие бунты в разных регионах Украины, и прежде всего в них участвуют женщины, которые не хотят отпускать своих мужей, сыновей, братьев. Но с 1 октября, как говорят злые языки, возможно, также постановка на учет уже и женщин. Но у Зеленского дела на самом деле все хуже и хуже с поддержкой. И что будет там к 1 октября, никто не знает. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.